так в общем бусик плакал пока нас не было нас не было часов два и он паразит сидел под дверью и плакал с мужем всю эту ситуацию опять перевариваем я спрашиваю а депозит она забрала вот аванс говорит что приехала ему дали чек расписаться что аванс они получили вот муж возмущается говорит что у меня был контракт да с 3 по 70 почему они нас 3 поселяют другой номер с 3 4 другой номер а потом вы переселитесь туда а почему тем людям не могли отказать которые раньше приехали сюда они должны были им сказать что на ваш номер уже занят с 3 числа если вы хотите остаться пожалуйста переедте другой номер и все дела и было бы все нормально короче либо не свое шампанское от нас прочее короче ситуация такая что люди сюда въехали в этот номер на неделю и решили еще на два дня остаться ну фактически за наш счет и они их не переселили а переселили нас стариков и но потом таскаете вещи два раза с первого этажа на 3 а потом с комнаты в комнату таскаю и потом здесь же клининг служба была мы же не знали когда они все это вымоют и сидели как на иголках полдня сказали в два часа переселить и смотрю клининг служба уже приходит в 11 часов они все вымыли и мы как дурочки давай бегом кофе еще не пила давай таскать эти шмутки и сидели практически сутки мы не тряпки не раскладывали ничего уже и раскладываться уже нет настроения да да уже домой я хочу ну что они прервали нам отпуск пересрали были бы мудрые принесли бы нам шампанское сто раз бы извинились или тех людей переселили бы а они еще и на нас накричали на хамиле это я говорю про менеджеров вот видите как вот нагадили и вот мы вместо отпуска все время переживаем потому что мне лучше чтобы этого конфликта не было чтобы мы спокойно могли приехать на следующий год а вот на следующий год я теперь не знаю нам нравится это место у нас собака здесь привыкла вид красивый ну а как ты думаешь вова я же знаю я уже готова была замять даже этот конфликт а сегодня эти пришли работники двери мерить да да не дают нам покоя можно через вашу а мы тут собаки все заставили можно я пройду еще будут собаку держать или как он выскочит туда и все типа он не видит что тут все загорожен можно я пройду нет не можем через через дверь перся там один а я говорю тоже нас не предупредили когда они придут а если б например нас не было чтобы они делали влезли бы в номер понимаешь они могли бы влезть и в номер а у меня там может быть золото бриллианты и трусы вот такой вот сервис вы получили в этом году у них же нет у них же не было межсезоне там а какой-то один день чтоб решить эти свои проблемы с этой дверью кошмар они решают тогда когда у них есть деньги когда нет клиентов денег нет тогда не за что платить за двери такого уже ли ты этого не уже конец сезона уже у них сезон начинается в апреле это видать такие жадные что за такое вова эта дверь 200 баксов стоит не могли дверь сделать чтобы клиентам не мешать 250 долларов ну вот у них не было денег она она у них не рабочая она еле еле есть они должны были найти время когда клиентов здесь нет понимаешь просто хамс хам зимой хамское отношение зимой надо просто хамское отношение вот такой вот и не тревожишь клиентов смеемся мужик идет горящим мешок на голову одел чертишу все взлетит приколисты так я на пляже хочу показать картину маслом девушка побывала в песке видать хорошо и тщательно закапывалась теперь ползет к океану да уж смотрите красавица однако я еще такого не видела может и плохо реально смотрите офигеть до океана не доползла опасать спасатель там трепется с кем-то правильно уже конец дня ему тоже надоедает там сидеть целый день там сидеть девушка не доползла но сегодня обломы такие поменьше поменьше на меня летела такая огромная чайка в два раза больше чем это думала что в голову вцепиться так что ты с этой дорожкой немножко она ожила давай красавица еще чуть-чуть освежись в водичке и тебе полегчает нормально нормально как вариант Так, спасатели, видимо, заинтересовались этими двумя девушками. Говорят, вылазь, дорогая. Это та, которая кувыркалась. Три машины приехала. Молодцы. Быренько приехали. Видимо, по рации сообщили друг дружке, а эти вот еще стоят, наблюдают за ними. Ну, девушки либо не видят странное поведение, не стоят их по сути. Молодцы. Молодцы все-таки спасатели. Ездят по пляжу, пищит там свой этот свисток, машет руками, чтобы все из воды выходили. Предупреждает. Сейчас, наверное, на часу шесть. Видите, мотаются по всему пляжу. Молодцы. Вот это мне нравится. Вот если я что-то хорошее вижу, я так и говорю, если люди добросовестно свою работу выполняют, ничего не скажешь. Молодцы. Так, ветерочек. Знаете, не жарко. Я немножко покупалась в океане. И ветерочек, и так мне даже зябко немножко остановился. Надо немножко океан поснимать, пока здесь никто не купается. Вот там вот люди зашли. Но я хочу именно океан поснимать. Все равно лезут в воду, видите? Непослушные. Ну, красиво же. Покажу немножко набережную. Люди гуляют. Поворачиваю камеру. Там люди не только гуляют, но еще и спят. Не знаю, может спать больше негде. Ты же, наверное, там жестко. Жестко там на лавке. Наверное, им спать негде? Не знаю. А нахрен, ну, как я вон ботинки снял с другого. Что, серьезно? Да, я ботинки сняла. Лапти сняла. Лапти сняла. А вон тоже. Лодочки. Красота какая. Кафешки. Вот там как. А-а-а. Кафешки. Мы сейчас покушаем и тоже пойдем погуляем. Это Буся орет на ту тетку спящую. Вот у него, если что-то он не понимает, вообще что-то такое странное, он видит, он начинает ругаться. Ну, какого черта там лежишь и спишь? Что, Буся, кто там такой? Кто там, поругайся. Ой, такой славный, смешной такой. Кто там, Буся? Скажи, давай, просыпайся. С мужем вот разговариваем. Они нам обещали, эти менеджеры, еще один день. Я говорю, иди договаривайся, давай продлим немножко отпуск. И так они нам этот отпуск изгадили. Они нам обещали, еще один день мы готовы заплатить. Вот, а я сейчас тоже думаю, что могут еще и отказать из вредности. Противные люди такие. Посмотрим, чем эта история закончится. Я в любом случае напишу им отзыв на сайте, чтобы другие люди тоже понимали. Там есть такая функция оставить свое мнение. На букинг, там есть отзывы. На сайт можно зайти, отзывы оставить. Ну, так и надо сделать. Ни с того ни с сего взяли, блядь, два дня это самое. Ну, украли фактически два дня у нас. Я же говорю, хотя бы извинились по-человечески. А мы тут зонтик, я так готовилась долго. Перегородка для собаки. На телефон новый футляр купила. Обидно просто. 300 долларов я потратила. Я же сумки еще покупала, я забыла. Больше, наверное. Сумки же я покупала. Так хотели ехать на БМВ, чтобы чемоданы не запихивать в машину. Один хер наложили БМВ сверху. С крыши торчало. Не бурчи. И назад столько же было. Не, уже меньше. Откуда меньше станет? Ну, мы же что-то там скушали. Спасибо. Спасибо.